Это Евангельское чтение, Евангелие от Матфея, 18 глава, 23 по 35 стих. Говорится о милосердном царе и безжалостном должнике. Слушайте, безжалостные и жестокие! Вы жестоки не для других, но для самих себя. Когда ты питаешь злобу, то знай, что ты питаешь ее к самому себе, а не к другому. Обременяешь самого себя грехами, а не ближнего. Что бы ты ни делал к последнему, все это сделаешь как человек, и при том настоящей только жизни. Но Бог не так поступит. Он подвергнет тебя большему и вечному мучению в жизни будущей. Отдал, говорится, его истязателям, пока не отдашь ему всего долга. 34 стих. То есть навсегда. Потому что он никогда не будет в состоянии заплатить своего долга. Если благодеяние тебя не сделало лучше, то остается исправлять тебя наказанием. Хотя благоволение и дары Божие непреложны, но злоба так усилилась, что нарушила и этот закон. Итак, что хуже памятая злобия, когда она может лишить нас столько великого дара Божия. Господин не только предал раба своего мучителям, но и прогневался на него. Когда он приказывал его продать, то приказание дано было без гнева, потому что он не исполнил последнего. И это служит яснейшим доказательством его человеколюбия. Но теперь делается определение с великим негодованием, определение мести и наказанием. Итак, что значит эта притча? Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему. Согрешение его. 35 стих. Не говорит Отец вас, но Отец мой, потому что недостойно называться Богу Отцом столь лукавого и столь человека ненавистного раба. Итак, требование Спасителя двоякое, чтобы мы чувствовали свои грехи и чтобы прощали другим. Чувствовать свои грехи нужно для того, чтобы удобнее было прощать их другим. Если ты будешь рассудителен или мудр, то зло обратится на главу Оскарбишева, и он жестоко пострадает. Аминь.